Всем привет! Стараюсь вас радовать каждый день новым видео. Сегодня буду красить все корни, решила об этом снять видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Так, сейчас покажу корни свои. Пару дней я их не мыла. Вот такой у меня как бы свой цвет. Они немножко грязные, потому что, чтобы была какая-то защита на волосах, чтобы они не так порсились. Краску обычно крашу фирмой Фаберлик, а сейчас выбрала вот такую черную, обычно крашу с фиолетовой упаковки. Всегда добавляю ампулы, получается ампульный концентрат. Ну, где-то уже года полтора добавляю. Ну, вот и волосы отрастила, может, благодаря этому. Так, покраски. Везло в 8 пачек их. Буду краситься раза 4 ей. Сейчас покрасимся, посмотрим, какой цвет получится. Ну, что, обычно я красилась 9-1 тонн. А тут как бы на 1 тонн светлее, но я буду держать меньше по времени. Потому что на зиму я стараюсь сильно волосы не мучить, чтобы они отдыхали. Так, вот, с чего у нас состоит краска. Хотя тут ее сколько? 50 мл. Вот, так что я сейчас буду краситься. У меня есть видео, как покрасить самой себе корни. Я сейчас снимать не буду, я покажу уже готовый результат. А еще меня там спрашивали в комментариях рассказать про уход за волосами. Я сниму на этой неделе видео, покажу, как я ухаживаю за волосами. Если кому-то интересно, пишите в комментарии. Интересно, много желающих посмотреть про уход за волосами. Так, обычно у меня уходят 2 краски, 2 ампулы. Сейчас посмотрим, сколько держать. Так, отдержать 20 минут. Потом можно прочесывать. Ну, это у кого желтый, я как-то не хочу сильно волосы портить. Я покрашу только корни. Потому что, когда буду смывать, там все равно этот оттенок. Какой там у нас фиолетовый блонд. Ой, так, ну что, приступим. Вот как выглядит краска. Сейчас буду добавлять ампулу. Ампулы идут вот с блесточками. Но они там разные есть с блестками. Я вот посмотрела, я предыдущей краской красилась. Она была гуще. То есть, вот, это более жидкая, поэтому я развела одну пачку. Я посмотрю, может, ни одной пачки хватит. Потому что прошлая краска, она была намного гуще. Мне нужно было 2 упаковки. Так, вот, я намазала корни. Только-только накрасила. Ну, буду держать полчаса. Ну, 25 минут, и потом пойду смывать. Паковки мне хватило одной. И даже осталось там чуть-чуть. Я не знала уже, куда мазать. Эта краска по консистенции мне больше понравилась. Посмотрим, как там по цвету. Ну, вот, у меня уже покрасилась. Я иду сейчас смывать. Смоюсь. Не знаю, тут уже время мне нужно в сад за малыми. Поэтому буду сушиться феном. Результат покажу или сразу, как высушусь, или уже поздно вечером. Пока что я вот такая желтоватая. Но я всегда, когда крашусь, у меня получается очень желтый пигмент свой. Всегда они желтые, потом они сухие будут. Я еще не досушила, с волосами у меня влажноватые. Ну, видно, какой цвет, да? Я хочу, чтобы у меня был теплый. Комиксы Ксюхины на холодильнике. Хочу, чтобы был теплый оттенок. В принципе, мне нравится. Я ссылку укажу под видео, где я заказываю эту краску. Ну, вообще, я рекомендую другую. Я вставлю картинку. От которой мне как-то волосы больше нравятся. Очень мокрое волосы. Просто стараюсь веном не сушить, а чтобы они сами высыхали. У меня как бы после любой краски сначала они желтеют, и потом через время они у меня светлеют. Просто свой пигмент желтый. Сейчас я покажу, что у меня сегодня пришло. От компании Фаберлик. Завтра попробую снять видео. Мультиповар и пылесос. Да, пушистый цвет. Обувь цвет вроде попала. Попковные. Наверное, рыжеватые. А еще по просьбе моего брата, он просил в конце видео говорить подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Артем, специально для тебя. Говорю эту фразу. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока.